Привет! Это Камчатка с Александром Петровым и сегодня у нас еженедельный выпуск рубрики Камчатка день за днём. В этой рубрике я один раз в неделю рассказываю о том, как в разные годы века минувшего в эти самые дни жил наш полуостров. Сегодня мы узнаем о том, что происходило на Камчатке с 14 по 20 мая включительно, в разные годы века минувшего. В рубрике Камчатка день за днём я читаю старые газеты и заглядываю в старые документы, рассказывающие о событиях на полуострове. И боже вас сохрани! Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Итак, приступим к нашим увлекательным чтением. 14 мая 1918 года вышло в свет обязательное постановление Петропавловского городского совета. Согласно этому постановлению были установлены налоговые ставки на вывозимую из пределов Петропавловского порта пушнину. И теперь мы познакомимся с цифрами этих самых налоговых ставок на мягкую рухлядь. Лисица Чернобурка 100 рублей за штуку. Соболь 15 рублей. Лисица Красная 5 рублей. Медведь бурой 5 рублей. Выдра 5 рублей. Сивыч 2 рубля. Нерпа рубль. Горностай 50 копеек. Белый медведь 50 рублей. Кстати, обратите внимание, что шкура белого медведя стоила в два раза дешевле, чем шкура лисицы Чернобурки. Ну и еще напомню, что с полной версией, текстовой версией выпуска, выпуска. Можно познакомиться на моем одноименном канале Камчатка с Александром Петровым на сервисе Яндекс.Дзен. Ссылка в описании. А мы продолжаем наши чтения. 14 мая 1922 года. Уникальный документ, который до сих пор не вводился в научный оборот. Районный совет Усть-Камчатского добровольческого отряда обращается к военному совету в село Ключи с вот таким вот письмом. Уважаемые товарищи, соболя, переданные вами, нам с делегатами в количестве четырех штук, получены. Что же касается приобретения револьверов, то, к великому сожалению, до сих пор нигде не могли найти ни одного револьвера. Так как шхуна только одна, и торговли по каместь не производить. А на японских пароходах ни на одном нет таковых. Примем меры при первой возможности, постараемся достать и отправить вам таковые. Из письма явствует, что военный совет в Ключах обратился к совету Усть-Камчатского добровольческого отряда с просьбой побочим револьверами. Потому что в Усть-Камчатск заходили различные суда, и у них можно было купить или выменять оружие. День следующий. 15 день мая 1939 года. Газета «Камчатская правда» публикует заметку Якова Бородянского, которую тот передал по радио, истилличек. Учительница Алюторской начальной из школы Надежда Степановна Ружа, награжденная орденом «Знак почета», работает в районе 5 лет. Она принимает активное участие в ликвидации неграмотности среди местного населения. Занимается внешкольной воспитательной работой. Участвует в работе сельсовета и колхоза. Любовно относится к детям-корякам. Все 5 лет работает она в Тундровой национальной школе. Сообщение о награждении Ружа получила в пути. Она переводит в настоящее время учащихся. Из школы зимовки на место ловли рыбы. В палатку на берегу моря. Получив весть о награждении, Ружа написала письмо. В нем говорится. Сердечно благодарю партию и правительство за высокое внимание, оказанное мне награждением ордена «Знак почета», Коммунистическая партия, Советское правительство и Великой Сталин. Несмотря на далекое расстояние, отделяющее нас, работающих в Тундровых районах Севера, одинаково заботятся и не забывают никого в нашей необъятной родине. Заверяю партию и правительство, что эту награду буду носить с гордостью и упорной работой, оправдаю оказанное мне доверие. Дуже ты, Согранная! Продолжаем наше чтение. 16 мая 1923 года. Газета «Полярная звезда» сообщает, что владельцы рогатого скота жалуются на неимение в городе быка-производителя. Между тем, в одном из ближайших к Петропавловску селений имеется племенной бык. Не мешало бы прийти на помощь населению города, учреждению, ведать которому осем надлежит. Этот же номер газеты сообщает, что на вышедшем из Владивостока в Петропавловск пароходе Томск следует свыше 40 сотрудников Губревкома, из них 24 учителя. В адрес Губревкома отправлено с пароходом 3000 пудов груза и каменный уголь. Томск ожидается в Петропавловск 20-21 мая. 17 мая 1936 года начальник Ключевской вулканологической станции Владавец в порядке предложения опубликует в «Камчатской правде» свою статью «Отразить Камчатку в строительстве Дворца Советов». Он предлагает одну из комнат Дворца Совета в Москве облицевать гордыми породами Камчатки и, может быть, пойти еще дальше. Не облицевать, а создать в одной из комнат сплошную мозаику из камней Камчатки. Картины для мозаики должны быть взяты обязательно из природы Камчатки. Чего стоит, например, пишет Владавец, вид Авачинского залива с Авачинским вулканом или Корякская сопка, или Ключевская сопка во время извержений и многое другое. Таких картин в нашем Союзе, за исключением Камчатки, нигде нет. 18 мая 1920 года газета «Известия». Объявление. Торговая шхуна «Сайденберг» и «Виттенберг» доводит до сведения граждан Петропавловска, что им из Америки привезен на шхуне самый разнообразный товар, на который будет производиться обменный торг. И на русские государственные знаки. Романовские по 50 рублей, Керенские по 75 рублей и Сибирские по 500 рублей за доллар. Торговля производится будет оптовым покупателем 18, 19, 20, 22 и розничным 21 и 23 мая. Занимаемся краеведением. Дальше. 19 мая 1943 года газета «Камчатская правда» сообщает, что темпы Лова нарастают. По радио передает специальный корреспондент Болдырев из Анапки. Круглые сутки кипит работа на берегу. Кунгасы до краев, наполненные рыбой, беспрерывным потоком подходят к берегу. Освобождая ловушки, садки, рыбаки вновь запускают подходящие косяки сельди. Каждый день вылов рыбы нарастает. 15 мая только на одном участке принято 8 тысяч центнеров рыбы. 16 мая более 10 тысяч центнеров. В ночь на 18 мая с Неводов на берег доставлено свыше 9 тысяч центнеров. Да, это правда, это правда. Впереди на лове идет колхоз Тум-Гутум, председатель товарища Шинкаренко, выполнивший за двое суток план на 93%. И последняя заметка, с которой мы познакомимся сегодня, была опубликована 20 мая 1975 года в газете «Корякской коммунист». Кострома на старте. Пролив литки снял с себя тяжелый ледовый панцирь. Лишь кое-где белеют небольшие льдины. У Костромского причала покачиваются на воде и отремонтированы свежевыкрашенные МРС и катера. Со дня на день малый флот колхоза «Ударник» выйдет на промысел рыбы. Но это не точно. Дело за судном, обеспечивающим лов. Эти функции будет выполнять рыболовный сейнер «Аргази», который уже вышел из Петропавловска. Суда отремонтированы с хорошим качеством, пишет газета. Экипажи полностью укомплектованы. Более того, имеется резерв кадров. В этом году «Ассорский рыбокомбинат» передает колхозу два МРС-225. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится. Раз в неделю узнавать, что происходило в эти дни в разные годы на полуострове. Пишите комментарии. Обратите внимание на то, что в описании под роликом имеется номер карты, на которой можно сделать ваши пожертвования на развитие канала, так называемые донаты. Каждый, сделавший донат, будет принимать участие в ежемесячном розыгрыше одного из моих фотоальбомов. Да, забыл сказать. Если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok